Тверские учителя сели за парты и написали единый государственный экзамен. Как и зачем наставники сдают ЕГЭ? Наша съемочная группа выяснила, справились ли они с заданиями. В конце весны каждого года традиционно начинается волнительная пора для выпускников школы. Стартует период сдачи ЕГЭ. Непростой период, но в конце октября этого года наступил и для учителей. Теперь за партами по одному сидят наставники. А перед собой у них только ручка и задания ЕГЭ. Ни телефоном, ни шпаргалкам здесь не место. В кабинете наблюдатель, который следит за этим. И даже видеокамеры установлены, как во время сдачи ЕГЭ у выпускников. Ульяна Ужик написала экзамен по биологии. Собственно, тот предмет, который и преподает в школе. Это интересный опыт, поделилась педагог. Задания интересные. В принципе, нам всем необходима такая иногда встряска, чтобы мы не застаивались и стремились к чему-то большему. Потому что растим новое поколение. Среда наша очень активно развивается. Поэтому необходимо, конечно, нам понимать, насколько мы способны в этой среде заниматься тем, что мы делаем. Учителя годами готовят школьников к ЕГЭ. Но сами часто уже не помнят, каково это – сдавать экзамен. Теперь и у них появилась возможность побывать на месте выпускников. Делится впечатлениями после экзамена Елена Лузина. Было действительно волнительно. Мы привыкли готовить других к экзамену, но не очень привыкли сдавать их сами. Выступать в роли экзаменующегося достаточно было сложно. Биологические вопросы, которые были по моему предмету, не вызвали затруднения. Но вызвали вопросы и затруднения, вопросы, связанные с методикой преподавания. Нужно было разработать план урока. И это как раз требовало более-менее осмысленной реакции. За 200 минут учителя должны были справиться с заданиями. В этом году педагоги из Твери, Калининского, Конаковского и Старецкого районов сдают ЕГЭ. По физике, биографии, химии, биологии, преподавателе ОБЖ, физической культуры, предметной области, искусства, технологии и иностранному языку. Для руководителей учреждений особые условия. Экзамен отводилось только 120 минут. После чего все бланки по такому же принципу, как и на ЕГЭ для выпускников, сканируются в региональном центре обработки информации и отправляются на проверку в Москву. Для нас это как бы нововведение. Я первый раз участвую в этом исследовании. Я не менее ответственный. Я это все консолидирую и сканирую, отправляю на федеральный уровень. На федеральном уровне это все обрабатывается и через некоторое время будут результаты. Учителя сдают экзамены в рамках апробации новой системы оценки профессиональной пригодности педагогов. Исследования компетенции проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Впервые участие в масштабном проекте, который направлен на повышение качества подготовки педагогов российских школ, принимает Тверская область. Станет ли ЕГЭ ежегодным, покажут итоги испытаний этого года. А результаты учителей станут известны уже 10 декабря, но ознакомиться с ними смогут лишь они лично сами.